Три продолжительных звонка означают, что сработала пожарная сигнализация. В коридорах появляются дети, которые в это время отдыхают в летнем лагере. Цепочкой, пригнувшись и прикрыв рот влажной салфеткой, покидают здание, в котором якобы возник пожар. Сегодня на базе нашей школы, школы 14-й, проводится объектная тренировка по экстренной эвакуации из здания для отдыхающих в лагере. Потому что главная цель по обеспечению пожарной безопасности, это, наверное, сохранение жизни и здоровья учащихся. И не только воспитанников лагеря, персонала за счет высокой степени противопожарного состояния учреждения. Дети и взрослые были эвакуированы на спортплощадку школы. Здесь на общем построении подводятся итоги тренировки. Директор учебного заведения, а именно он отвечает за безопасность своих воспитанников, слушает доклады о том, что абсолютно все вышли из задымленного здания. Это мероприятие проводилось в рамках операции «Детский отдых-2014». В целом успешно прошла тренировка, слаженно, организованно. То есть действия персонала готовы к эвакуации в случае пожара. Также дети подготовлены к эвакуации. В рамках этой операции «Детский отдых» будет организован. Показ техники и практические тренировки по эвакуации желательно, конечно, в каждой школе. И мы ждем в пожарную часть для экскурсии в рамках этой операции «Летний отдых» и «Детей». Также в этот день к детям приехали пожарные, чтобы показать, как работает автолестница, какое обмандирование положено огнеборцу и другие интересные моменты в работе пожарного караула. Ребята примерили шлемы и нашли их нелегкими. Я первый раз надела эту каску, и она очень тяжелая, неудобная. Я думаю, что работа пожарная тяжелая. А ты сам хотел бы стать пожарной? Да. Почему? Чтобы спасать людей, помогать другим. Как вести себя при возникновении пожара воспитанникам пришкольных лагерей объясняют и в классах. С помощью системы опроса дети проверяют свои знания во время интерактивных викторин. Все для того, чтобы не только летний отдых, но и в ситуации с возникновением возгорания дети знали правила поведения. Лилия Ахметова, Иван Кузнецов. Информационная программа «Ежедневник».